В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вам решать. Прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования продлили до 22 ноября. Более 4 миллиардов рублей администрация внесла на рассмотрение Думы проект решения о бюджете Сарова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Развитие научной и инновационной деятельности Саровченко Арина Мартышина стала членом Совета молодых ученых Нижегородской области. Далее расскажем обо всем подробно. Прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования вам решать продлили до 22 ноября. Напомним, на реализацию проекта из регионального бюджета Сарова планируют выделить 25 миллионов рублей. Подробности далее. Проект инициативного бюджетирования вам решать уникален. Активное участие в нем принимают граждане. В этом году инициативные группы и администрация города подготовили 16 заявок на участие в проекте на 2022 год. Все они успешно прошли защиту. Общая сумма для реализации всех проектов около 50 миллионов рублей. Из них на финансирование предполагается выделение средств 25 миллионов областного бюджета, около 24 миллионов это средства местного бюджета и 1 миллион рублей нам как спонсорскую помощь оказывает организация госкорпорации «Росатом». Саровские проекты направлены на благоустройство дворовых территорий и замену дорожного покрытия. В том числе планируется обновить освещение улиц в старом районе города. Хотя многие регионы уже сформировали свои заявки, регистрация на проект инициативного бюджетирования «Вам решать» продлена до 22 ноября. Многие муниципалитеты впервые участвуют в защите таких проектов и не имеют опыта. А количество инициативных групп, естественно, все больше и больше с каждым годом возникает. И, соответственно, не успевает министерство со всеми муниципальными образованиями своевременно и качественно отработать все заявки. Следующий этап – участие в голосовании. Примерно с 25 ноября по 25 декабря всем горожанам представится возможность проголосовать за инициативные проекты Сарова на сайте Министерства внутренней политики Нижегородской области. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений, обеспечение горячим питанием учеников начальных классов, строительство и расширение улиц Чапаева, Чкалова, Негина. Администрация внесла на рассмотрение Думы проект решения о бюджете Сарова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Из федерального и областных бюджетов в казну города поступит больше 3 миллиардов рублей, а также около миллиарда налоговых и неналоговых доходов. Всего в следующем году бюджет города составит около 4 миллиардов 300 миллионов рублей. Прогнозируемые объемы расходов превысит бюджет на 100 миллионов. В проекте бюджета города предусмотрены средства на капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений, обеспечение учеников начальных классов горячим питанием, строительство и расширение улиц Чапаева, Чкалова, Негина, а также реализацию национальных проектов. Также заложены средства на обеспечение выплаты и сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными дорожными картами развития отраслей социальной сферы, поддержку малого бизнеса и на другие расходы. В процентном соотношении на образование планируют потратить 50%, 13% на транспорт, лесное и дорожное хозяйство, 9% отдадут культуре, а 7% – жилищно-коммунальному хозяйству. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2%, а темпы вакцинации выросли на 6%. Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19. Подробности далее. Борьба с коронавирусом в России продолжается. Новые ограничительные меры дали эффект, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19. Впервые за два месяца непрерывного роста в стране снизилась заболеваемость на 2%. Это позволило вернуть в оказание плановой медицинской помощи 6 тысяч коек. Но ситуация по-прежнему остается напряженной. Обращаюсь ко всем главам регионов. Возьмите борьбу с коронавирусом под личный контроль. Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации. В больницах и в поликлиниках должны быть необходимы лекарства. От этого зависит качество медицинской помощи и то, какое лечение получат граждане. Для вас не может быть ничего важнее. 600 тысяч медиков помогают больным коронавирусом по всей стране, рассказал на заседании министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что сейчас под наблюдением врачей находится 1 миллион 274 тысячи пациентов. Вынужден отметить, что на сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находится 246 тысяч пациентов, развернуто 295 тысяч коек. И такая самая для нас значимая цифра, с которой мы работаем, это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии. И особенно группа находящихся на искусственной вентиляции легких. Сегодня таких пациентов чуть более 7 тысяч человек находятся на искусственной вентиляции легких. И еще раз хотел подчеркнуть, что среди вакцинированных на ИВЛ крайне редко мы видим пациентов реанимации. За последнюю неделю темпы вакцинации в России выросли на 6%. Привились более 3 миллионов человек. Стали чаще вакцинироваться и люди старше 60 лет. Уровень коллективного иммунитета достиг 49%. Сегодня вакцина – это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем. О противопоказаниях может сказать только врач. Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки. Напомним, записаться на вакцинацию в Сарове можно на сайте КБ50 через портал пациента на любое свободное время, независимо от того, какую прививку вы хотели бы сделать – против гриппа или COVID-19. А также по телефонам колл-центра 1-й поликлиники 9-55-11, поликлиники номер 2-9-55-77, телефон прививочного кабинета 9-55-49. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Александра Кунанова министром спорта региона. До назначения на пост министра он занимал должность заместителя министра имущественных и земельных отношений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Водителей смогут наказывать на основании фото и видео, снятых на телефон. Президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить возможность штрафовать за нарушение правил дорожного движения на основе фото и видео, которые сняты через специальное мобильное приложение. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, к админу предстоит проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения. Срок исполнения поручений до 1 июня 2022 года. Более 2 миллиардов рублей выделят на поддержку федеральных учреждений культуры. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Из этой суммы более 1 миллиарда направят на субсидии театрально-концертным организациям и свыше 606 миллионов музеям. Из-за пандемии коронавируса, ранее подчеркивал глава правительства, учреждениям культуры пришлось ограничить посещаемость, что сказалось на доходах. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам. Совет молодых ученых создали в Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина. Членом совета стала и саровчанка Арина Мартышина. Подробности в следующем репортаже. Совет молодых ученых Нижегородской области сформировали, чтобы развивать научную и инновационную деятельность в регионе, а также поддерживать новые инициативы молодежи. От Сарова членом совета стала студентка физико-технического института Арина Мартышина. Деятельность будет представлять собой участие в этих выездах совета. То есть он там несколько раз в год будет, если мы будем все собираться и что-то обсуждать, какие-то вопросы, какую-то статистику, продвижение по направлениям различным. Арина учится на четвертом курсе направления «Прикладные математика и физика» по профилю «Квантовая электроника». Несмотря на юный возраст, девушка активно занимается научной деятельностью, участвует в различных конференциях, публикует свои статьи в сборниках. Студентка состоит и в Совете молодых ученых при Саровском институте. Арина уже второй год работает в моей лаборатории математической моделирования физики живых систем. И занимается она моделированием процессов, связанных с метаболизмом человека, в гепатоцитах, в клетках печени. Членами Совета молодых ученых Нижегородской области выступают представители высших учебных заведений и научных организаций, молодые специалисты госкорпораций. На ближайшее время запланирована очередная встреча Совета в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Нечитаемые каракули, странные рисунки, оскорбительные надписи. Граффити сегодня можно встретить практически на каждой улице Сарова. Печальная участь постигла и остановки общественного транспорта. В нашу рубрику «Городской дозор» обратилась Саровчанка с просьбой обратить внимание на проблему вандализма в нашем городе. Любопытный феномен в руках талантливого человека простой баллончик с краской может преобразить городскую среду. Легкие штрихи превратят серые скучные стены в настоящее произведение искусства. Но у граффити есть и обратная сторона. Странные каракули, нечитаемые надписи или вовсе оскорбительные выражения пестрят на многих объектах закрытого города. Совсем недавно в своем репортаже мы рассказывали о ярких детских рисунках, что украсили остановку у дома пионеров. Но неизвестные, похоже, решили внести свою лепту в творчество юных художников. Досталось стендам как снаружи, так и внутри. Похожую картину наблюдаем и на другой остановке. Здесь не пощадили военные снимки. Повесили такие красивые стенды. Не прошло трех месяцев уже изрисовали. На улице Силкино только что поменяли стенды. То же самое. Не успел поставить и остеклить, как уже везде, вот эти мазюкалки. Вы знаете, вот поймать бы этих ребят. Не столько ребят, сколько родителей, которые не воспитывают в детях вот это чувство, чувство вот этого патриотизма. Осквернение снимка в Великой Отечественной войне тронуло Валентину Станиславовну до глубины души. Во время разговора ей порой было сложно сдержать слезы. Особенно ей жаль снимок «Комбат» – символ подвига Красной армии. Едва ли авторы этих надписей были знакомы с трагической историей снимка. Изрисуется подряд и не понимает даже, что они творят. Это же наверняка молодежь. Если кто-то видел, пускай хоть, ну, дадут какой-то. Пояснение или все что-нибудь. Проблема вандализма в нашем городе остается открытой. Даже если надписи и пошлые рисунки убрать с остановки удастся, нет никакой гарантии, что в скором времени они появятся здесь снова. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Новые победы воспитанец Дыши. Василина Афонина примет участие в иммерсивном музыкальном театрализованном представлении новогодней мюзикл РДШ в Москве. А Ксения Занину покорила жюри сразу двух конкурсов. Фестивали «Единство» и проекты «Первый шаг». Подробности далее. Я не из тех, кто все знает и кто уверен. У меня в рюкзаке постоянно живут сомнения. Хорошо живут. Они – моя зона комфорта. Стихотворение нужно прочитать в веселой и грустной манере. На видео конкурсанты должны были показать свои навыки актерского, вокального и танцевального мастерства. Хронометраж не дольше пяти минут. Таким было задание первого этапа конкурсного отбора участников иммерсивного музыкального театрализованного представления новогодний мюзикл РДШ. Отобрали 10 человек, и у них была онлайн-встреча в Zoom с важными людьми. То есть там сидел Игорь Матвиенко, Ирина Плещева, Елена Кейпер. И у нас была творческая беседа, они задавали нам вопросы, смотрели нашу заявку. Третий этап уже отобрали порядка 80 детей, и мы уже начинаем работать над нашим мюзиклом. Проект организует РДШ совместно с Национальным чемпионатом творческих компетенций «Артмастерс» и продюсерским центром Игоря Матвиенко. Новогодний мюзикл создадут по мотивам легендарных произведений «Сказка о потерянном времени», «Электроник» и других, главная идея у которых – упущенное время. Сейчас это брали, нам скидывают песни, которые надо учить, танцы показывают, которые тоже надо учить. Нам уже прислали сценарий, спектакль, мы его читаем. Главное, уже ролью они учат свой текст. И вот 8 декабря мы все встретимся в Москве и будем уже репетировать полным составом очно. Ксения Занина покорила жюри сразу двух конкурсов. Воспитанница ДШИ стала лауреатом фестиваля «Единство» в Нижнем Новгороде. Девочка выступала с авторской песней выпускницы ДШИ Валентины Кочкиной «Мы вместе». В первом туре проекта «Первый шаг» финалистов определяли только лишь по голосу. На суд жюри Ксения представила аудиозапись своего выступления. Наутина мне тоже хорошо выступила, меня тоже взяли. И сейчас я с наставником готовлюсь к финалу, который будет проходить в виде гала-концерта в Нижнем Новгороде. 12 декабря в суперфинале проекта «Ксения» будет бороться за денежный грант. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, службы новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!